всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life пришло время записать небольшое видео так сказать новости оба май о моей аварии которая произошла про которую совсем недавно я сделал маленькое видео и просил написать ваши комментарии как вы считаете кто виноват я или та машина которая меня ударила вот мы с катаринкой гонимся из колледжа завезли маришку на занятия у нее занятия сейчас вечернюю во вторую смену можно так сказать вот сегодня она начинает 6 часов нам ее завезли немножко пораньше там у нее свои какие-то студенческие дела в общем вот так что я вам хочу сказать я показал в своем первом видео совсем маленький кусочек сейчас я где-нибудь вставлю может прямо сейчас более подробную информацию как это все произошло вы увидите скорее всего вид с другой камерой а вот я я я это я я я я я я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, что было до сегодняшнего дня и что случилось и что я узнал В общем, на следующий день после аварии я пошел в свою страховую компанию И мне предложили для моего удобства, так как я считаю, что я не виноват Обратиться сразу в компанию именно зачинщика аварии Потому что в Америке есть определенные правила И можно обращаться в свою страховую, можно обращаться в ту Вопрос в том, что если я обращаюсь в свою страховую, то они все начинают делать, но отправляют меня на ремонт, но автоматом я плачу свой дедактабл Дедактабл у меня 500 долларов Что такое дедактабл? Это вычет из тех денег, которые мне страховая дает на ремонт То есть я не полностью ремонт свой покрываю, вернее она не полностью мой ремонт покрывает, а без 500 долларов Потом, если меня признают невиновным, она забирает этот дедактабл у других компаний, которые участвовали в ДТП И мне его возвращает И вот они говорят, если вы не хотите всей этой процедуры, волокиты, типа вы можете прямо напрямую туда И тогда у вас никто не будет ничего вынимать, не надо будет платить никакие свои деньги Сразу будете получать то, что вам положено Ну окей Мы позвонили в ту компанию Процедура была какая Значит сначала, так сказать, мы дали краткую информацию обо всем происшествии Человек какой-то составил дело, присвоил ему номер И потом мне уже позвонил другой человек, который разбирается, типа более подробно, как все было Кто ехал, где ехал, зачем ехал Составляет этот вот какой-то подробный, более подробный кейс И уже потом принимается решение И вот значит, когда мы обо всем этом разговаривали У меня спросили, есть ли какие-то фотоматериалы Я говорю, да, есть Они все записали Вопросов было очень много Вопросов было много, которые как бы даже как бы очень косвенно касаются аварии Но, видимо, такой протокол, такая процедура И такой, наверное, у них такая анкета, которую надо заполнить Вот, поэтому, в общем, это все тянулось по телефону минут где-то 30-40 После всего этого Как-то этот человек называется Я не помню Но если вспомню, скажу в другом видео, потому что видео еще будет продолжение Поэтому подпишитесь Обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить новую серию И да, кстати, у нас изменился режим выхода Расписание выхода видео Теперь это будет выходить в 11 часов вечера по-нашему А там уже каждый, пожалуйста, посмотрите свое время Или гляньте на вкладке сообщества Я писал там Минск, Москва, Киев, Астана И некоторые другие города Столицы По какому времени будет выходить Но ближе к делу Так вот, значит, он сказал, я вам перезвоню Поговорю со второй стороной И вам перезвоню Ну, хорошо, спасибо большое, до свидания Вот, прошло две недели Звонка никакого не было Я уже думал сегодня звонить сам А вчера приходит письмо От компании Куда я обращался Что, значит, наш клиент не считает себя виноватым Поэтому мы вам ничего выплачивать не будем И вы можете обратиться в суд В течение, я точно не помню дату Но, по-моему, 6 лет можно обращаться Вот такая вот разбежечка по дате не кислая И пока все вот это вот дело тянулось Вы сейчас вот видите, какие у меня повреждения на машине Я сходил в компанию, которая делает ремонт Причем эту компанию, если я сам выбираю То не все может оплатить страховая, например Или того, кто сделал аварию Или моя Обычно они посылают к своим авторизованным дилерам С сервисом И уже под их расчет они, так сказать, и платят Вот Так получилось, что это была компания В которой я уже ремонтировался однажды И моя страховая ее поддерживает И мне понравилось, как там делают Я туда пошел Они мне рассчитали И вот получилось то, что вы видите В общем, они насчитали тут 1660, сколько вы видите Я уже эту цифру точно не помню Просто вам показываю Вот такая сумма Как бы сумма небольшая Но Они отказались ее платить Сказали, вы можете обжаловать это все дело в суде До свидания Всего хорошего Вот Значит, я что сделал? Я пошел сегодня в свою страховую компанию И уже поговорил непосредственно с менеджером Который занимается вот Составлением вот этих кейсов тоже Он посмотрел мое видео Что интересно, что Меркури Это та компания страховая Они не запросили видео Они только спросили, есть ли фотоматериалы И пообещали позвонить И не перезвонили, не потрудились И не посмотрели видос Вот Этот посмотрел и говорит, типа Какие проблемы, блин Сейчас мы им позвоним И скажем, что у вас есть видео Пускай они посмотрят Я, говорит Вашей вины здесь не вижу Вот И говорит Процедура такая, что Если они не решат В добровольном порядке То есть, если Они не захотят смотреть Или им что-то не понравится Тогда уже будем решать С нашей стороны То есть, типа С моей страховой компанией Солстейт Вот Там уже, как говорится Либо они будут доказывать тем Либо суд Либо что Ну, в общем Мне голова за это не болит Вот Позвонил при мне Прямо в ту компанию В 11.30 Человека ведущего дела Не оказалось на месте Он уже был на ланче Он ему оставил сообщение И, в общем Где-то ближе К 4 часам дня Я получил звонок Из Меркури От этого товарища Который говорит Ну, давайте посмотрим Ваше кино Я говорю Хорошо, пожалуйста Давайте ваш мейл Я вам пошлю Ну, и, в общем-то Сегодня закончилось тем Что я переслал им Свой видеоматериал Который вы уже все видели И сейчас Жду ответа Что они там порешают Либо они признают его Годным доказательством Моей невиновности И все открутят назад И отправят меня на ремонт За свой счет Либо Моя страховая Тогда будет с ними Уже разбираться Вот И на всякий случай Я позвонил еще Адвокатам Которые занимаются Авариями Я тоже с ними имел Одно дело Дело они выиграли Попозже я, может, расскажу Там была более серьезная авария Вот Но, к сожалению, не сказали Раз телесных повреждений Ни у кого нету К счастью Вот То мы не можем взять Ваше дело Можем вам только дать совет Вот Они занимаются Более крупными авариями Когда есть Различного рода Телесные повреждения Вот Но, тем не менее Им спасибо За участие Если кому надо Обращайтесь Я поделюсь телефоном У меня О них только Хорошие Так сказать Отзывы О их работе Вот И они Тоже попросили Все материалы Я им переслал Они сказали Что рассмотрят И Скажут Какие мои шансы Так сказать На победу Что мне делать Куда стремиться Торопиться Вот Стоит ли там Например Судиться Или еще что-то Так что Вот такое Обновление По делу аварии Вы уже Посмотрели Сейчас Новый материал Пишите Ваши комментарии Как вы считаете Прав я Или виноват Потому что Дело в том Что Ну Это Я просто Хочу услышать Объективное мнение И мнение Каждого Как кто считает И как кто видит А почему Я сразу Это видео Маленькое Закинул И почему Я захотел Узнать Мнение Ну Большего числа Людей Потому что Когда я поделился Этим видосом Со своим другом Он такой Ну Как бы Немножко Засомневался Потом На следующий день Я пошел В свою страховую Они не сомневались И Я уже сам Начал сомневаться Потому что Мнения такие Стали расходиться Немножко У людей Я думаю Дай-ка я Вот с вами С подписчиками Поделюсь И послушаю Ваше Мнение Что вы считаете Очень много Кто откликнулся Многие Написали На вкладке В сообществе Проголосовали Кто виноват Кто не виноват Многие Даже Оставили Развернутые Ответы Почему Они считают Что та или иная Машина Права Или виновата Или водитель Вот Но я Показал Не весь Материал Сейчас Вы увидели Немножко Ракурс С другой Камеры Вот И можете Так сказать Представить Это себе Уже Как-то По-другому Поэтому Буду рад Если вы Поделитесь Вашим Мнением Вашими Доводами За или Против Меня Или того Водителя Ну и Если вам Интересно Следите За Этой Серией Потому что Буквально Скоро Будет Обновление Я думаю Что Завтра Этот Человек Из Меркурии Мне Перезвонит Вот И если что Тогда Либо На ремонт Либо В свою Компанию Вот Не забывайте Подписаться Оставить Комментарий Поставить Обязательно Лайк Потому что Я вижу Что вам Это видео Нравится Поставить Колокольчик Чтобы не пропустить Новое И мы С вами Не прощаемся Увидимся В любое Время Потому что Мы в интернете Все До встречи Бай-бай Вы были на канале Наша жизнь в Америке New life is my life Увидимся